Друзья, привет! Меня зовут Андрей Смирнов и с вами снова компания прокатись.ру. В сегодняшнем обзоре хотелось бы еще немного поговорить о рибах. На сегодняшний день продажи лодок такого типа увеличиваются с каждым днем. Но при этом появляется много вопросов. Для чего они нужны, кто их покупает, какие у них преимущества и достоинства, какие недостатки и так далее. Давайте сегодня поговорим на эту тему на примере вот этой лодки. Компания Brick, украинский производитель, которая делает лодки на весь мир, продаются лодки более чем в 46 странах. Здесь представлена модель Falcon 480 TGL. Поехали! Почему же лодки RIP так популярны по всему миру и на сегодняшний день набирают такую большую популярность в России? Есть определенные преимущества. Лодка RIP это стеклопластиковое днище в большинстве своем и надувные баллоны. Плюсы в том, что эта лодка гораздо более мореходная, чем аналогичные корпусные суда в данных размерах. То есть сравнить алюминиевую лодку в размере порядка 4,5-5 метров и RIP такого же размера RIP однозначно будет выигрывать по мореходности. Потому что у него гораздо меньше осадка, он идет как бы по волне поверху, баллоны помогают держаться на волне. То есть при сильном волнении эта лодка будет гораздо более остойчива, можно проходить какой-то участок с большей скоростью и с большим комфортом. Опять же немаловажным фактором является то, что при большом волнении на небольших лодках опять же 4,5-5 метров есть такое понятие как забрызгивание волны. То есть когда лодка бьет по волне носом, бывает эффект такой, что задние пассажиры, да и передний капитан с пассажиром, просто банально оказываются мокрыми. На личном опыте, основываясь, катались в достаточно большую волну, было много лодок корпусных и одна лодка типа RIP. Вот человек, который у нас двигался на лодке RIP в достаточно таких серьезных условиях, большая волна, ветер и так далее, он единственный, кто был абсолютно сухой. Ну, за исключением людей, которые прятались там в корпусах под ходовыми тентами. То есть RIP был без ходового тента, просто открытая лодка и при всем при этом человек был абсолютно сухой, на него не попала ни капли воды. Вторым достаточно большим плюсом является, конечно же, вес. То есть лодки типа RIP весят однозначно меньше, чем такие же конкуренты в таких же размерах корпусные. То есть если мы говорим, допустим, про вот эту модель, лодка 4,9 длиной, 2,15 общей шириной и весит она всего лишь 270 килограмм. То есть на самом деле достаточно мобильно в плане даже какого-то там переноса ее куда-то приподнять на прицепе, то есть 4 человека могут абсолютно спокойно сделать, если вдруг это будет нужно. Опять же, любой необорудованный слип очень легко сбросит лодку. То есть, ну, лодка действительно получается более мобильная и более легкая в эксплуатации. Кто же покупает лодки RIP? То есть есть много задач, когда они подходят. Одна из задач это тендеры на большие катера, на большие яхты. Очень удобно, когда нужно добраться куда-то до берега, на борту есть лодка небольшого размера, быстро ее сбросил, дошел куда тебе нужно, вернулся обратно. Очень удобно, очень мобильно, при этом мореходные качества сохраняются. В ней комфортно, достаточно просторно, то есть можно совершенно спокойно выехать на выходные и куда-то отдохнуть, покататься на ватрушке, на лейке, на водных лыжах, просто позагорать. Много сидушек, много диванов, все с мягкими подушками, то есть при этом сохраняется эстетика. Ну, реально очень классный вариант именно для отдыха на воде. И третье, очень многие сейчас задают вопросы, можно ли использовать лодки типа RIP для рыбалки, насколько они хорошо подходят, насколько эта тема вообще имеет место быть. На сегодняшний день мы на нашем сервисном центре прокадис.ру сделали массу проектов на базе лодок RIP. В основном это лодки RIP-навигатор от компании МПО Наши Лодки. Когда человек приходит и говорит, я хочу себе RIP, я хочу ловить рыбу, давайте что-то думать. Абсолютно любая лодка типа RIP дорабатывается под рыбалку разными путями, разными методами, то есть есть много доработок и так далее. На сегодняшний день в этих лодках делаются дополнительные фиш-платформы, как в кормовой части, так и в носовых частях. Ну, опять же, зависит от модификации. На нашем сервисном центре мы делали в эти лодки дополнительные аэраторы, мы делали сюда стационарные баки, то есть всевозможные крепления под держатели спиннинга, арки с держателями спиннингов там и так далее. Очень много заряженных комплектов именно под рыбалку, то есть некий такой комплект эгоиста. Когда человек покупает себе реально мореходную безопасную лодку, ездит на рыбалку один максимум там вдвоем, при этом получая много комфорта. В принципе, лодки достаточно многофункциональные. Лодки подходят абсолютно для решения любых задач. Немного пробежимся конкретно по этой модели. На мой взгляд, очень интересная лодка получилась. Еще раз повторюсь, эта лодка 4,80 длиной, 2,15 у нее общая ширина. Сделана она под мотор максимальной 75 лошадиных сил. На мой взгляд, сюда вполне достаточно будет поставить мотор 60 либо 70 лошадиных сил. И, в принципе, хватит за глаза и покататься, и погонять, и что угодно. Диаметр баллона на этой лодке 40 сантиметров. Количество отсеков, через которые эта лодка надувается, 5. Лодка стоит порядка 700 тысяч рублей. Но при этом мы получаем достаточно полную комплектацию, то есть она очень богатая. Ну и давайте попробуем пробежаться, наверное, с носовой части и до кормовой части. На носу установлена вот такая площадка. Для чего она нужна? Во-первых, на ней установлены ходовые огни. Не нужно думать, куда их приклеить, поставить, врезать и так далее. То есть все уже придумано за нас. Также установлена швартовая лодка. Можно подвязать куда-то лодку при швартовке. Можно привязать тот же самый якорь, почему нет, где-то за якорица. Также чуть ниже видим вот такой привальный брус. Не очень большой, но тем не менее он присутствует, что тоже, наверное, большой плюс. Чуть ниже до носу установлено рым-кольцо, за которое лодку можно затянуть на прицеп лебедкой. Из-за которого, опять же, при использовании ее как тендер на яхте, можно, наверное, эту лодку и поднимать. В принципе, не лишняя вещь, очень полезная. По верхней части баллона мы видим вот такие приклеенные ручки. Тоже фирменный дизайн компании Brick. Смотрится достаточно аккуратно и при этом функционально. Учитываем то, что в этой лодке пассажировместимость 9 человек. Ручки здесь однозначно не лишние. Вода бывает разная, какое-то волнение, какие-то поскакушки там по воде и так далее. То есть просто удобно держаться, безопасно не вылететь из лодки. Потому что такие случаи, к сожалению, бывают. Обратим внимание на носовой треугольник. Здесь мы видим вот такое вот сидение. То есть, в принципе, это некое посадочное место. Опять же, можно сесть спиной по ходу движения, загорать. Можно просто посидеть, отдохнуть, пообщаться с человеком впереди. Но помимо сидения здесь, конечно же, предусмотрены рундуки. Вся фурнитура нержавеющая, петли нержавеющие, замочки нержавеющие. То есть, все эстетично, аккуратно и, самое главное, долговечно. Относительно недавно, несколько месяцев назад, мы снимали обзор по лодке меньшего размера. Falcon 420. Там носу был один рундучок. То есть, здесь мы получаем, помимо вот этого носового маленького, еще один достаточно вместительный рундук. Рундуки, конечно же, сделаны с коммиксами. То есть, все рундуки сухие. Даже если вода будет попадать, то есть, там, не знаю, дождь захлестнула волной. По коммиксам все, в общем-то, уходит на палубу. И ваши вещи все останутся сухие. С рундуками понятно. Никого на сегодняшний день рундуками не удивишь. Полезно, да. Но ничего особо нового нет. Давайте посмотрим еще на вот этот элемент. То есть, сделаны два ремболта из нержавейки. Опять же, на мой взгляд, можно, наверное, цепануть якорь из-за них. Можно прицепить кранцы. Несмотря на то, что лодка надувная, но все равно, наверное, будет не очень приятно, если она будет тереться где-то о плечал. Привязали веревку и сбросили кранец. То есть, в принципе, удобно. И с этой стороны мы видим вентиляционную решетку. Опять же, правильное решение. На сегодняшний день производители лодок стараются делать такие вещи, чтобы рундуки просто банально проветривались. Здесь установлена консоль. Фирменная консоль компании Brick. Сделана она из пластика. Сделана очень красиво, очень аккуратно. То есть, эстетики моря. Реально сделано просто прям супер здорово. На консоли здесь сразу встроено два дополнительных посадочных места. То есть, сидушка здесь, сидушка здесь. Ну и, конечно же, каждое сидение, помимо того, что оно является сидением, является еще и рундуком. То есть, еще два дополнительных рундука. Опять же, сюда можно положить какие-то вещи. В этом рундуке, то есть, уходит он под консоль, можно установить аккумулятор, можно установить какую-то электронику, блоки предохранителей, колодки, какие-то дополнительные модули. То есть, место там достаточно позволяет. Интересные замки, также сделаны из нержавейки. Компания Brick устанавливает именно такие. То есть, и надежно, функционально. Замок при волнении, там, не откроется, не разболтается. Ну, все классно, все аккуратно. Консоль сделана вот с таким небольшим стеклышком. Наверное, ветрозащиты здесь особо никакой не будет, но, тем не менее, эстетики это все равно добавляет. Поверху идет трейлинг, поручень, тоже сделанный из нержавейки. Можно цеплять держатели спиннинга, можно поставить какой-то эхолот, можно поставить какое-то еще оборудование, там, держатели телефонов и так далее. Посмотрим на консоль с другой стороны. Итальянский премиальный штурвал. Визуально смотрится очень классно. То есть, в принципе, небольшой, удобный. Слева от штурвала на консоли также мы видим установлены две кнопки. Ходовые огни и стояночный огонь. Можно поставить дополнительные кнопки, если вдруг это нужно. Консоль сама по себе совсем не маленькая. Да, это не что-то там огромное, но, тем не менее, можно врезать какие-то дополнительные приборы. Можно врезать магнитолу, какие-то там USB-розетки, прикуриватели. То есть, эта консоль позволяет производить определенные доработки для большего удобства и для большего комфорта. Внизу в консоли мы видим также вентиляционную решетку. Там же сделан технологический лючок, чтобы можно было подобраться. Лючок сделан очень удобно для того, чтобы можно было провести какие-то там сервисные работы, сервисное обслуживание, установить дополнительное оборудование. Так как рундук хоть и сквозной, но с той стороны дотягиваться до конца, допустим, консоли просто банально неудобно. Поэтому, в принципе, вещь простая, но очень сильно полезная. Соответственно, диван, опять же, фирменный, компания Brick. Мягкий материал, непромокаемый, то есть, в принципе, воду смахнули, все хорошо. Материал достаточно долговечный, не выгорает, не выцветает, служит долго верой и правдой. Кстати, хотел сразу сказать, мягкий диван и на всех рундуках, которые мы показывали ранее, в комплект входят мягкие подушки. Диван имеет вот такую складную спинку, допустим, если человек хочет там половить рыбу, побросать в ту сторону, например, можно сложить спинку, сюда присесть, там облокотиться и совершенно спокойно забрасывать удочку, то есть вообще без проблем. Внутри мы видим выведенные клеммы под аккумулятор, рундук достаточно вместительный, опять же, под какие-то вещи. Та же самая нержавеющая фурнитура, тот же самый нержавеющий замок, как и на других рундуках. Все просто, аккуратно и со вкусом. Вот здесь есть вот такие вещи, такие приклеены и такие. Это держатели для весла. Опять же, они есть и с правой стороны, и с левой стороны по баллону. В комплекте идут весла, то есть если вдруг с мотором, с основным, с маршером что-то случилось там, не дай бог, или просто нужно там куда-то оттолкнуться, подтянуться, там налетели на меляк, ну что угодно. То есть у вас всегда под рукой будут весла, при этом они не валяются по всей лодке, там не гремят, не болтаются, не повреждают пластик. Очень удобно, то есть тоже, то есть все такой простой элемент, но достаточно функциональный. Реально достаточно много места. Во-первых, мы можем поставить здесь бак большого размера. Учитывая то, что у нас мотор 60 лошадей, сюда можно поставить, ну я не знаю, там 50, 60, 70 литров, то есть надо мерить по размеру, но места действительно много. Если нам не нужен такой большой бак, например, то есть здесь все равно появляется большая, ну реально большая для такой лодки площадка, куда можно выйти, там опять же половить рыбу. Если вы катались на лыжах или на ватрушке, там или на вейке, когда поднимаетесь на борт, тоже удобно, то есть с баллона соскакивает сразу на площадку, не надо здесь ютиться, то есть развернуться и повернуться, места хватает. Внутри мы видим два вот таких вот сливных отверстия с пробочками, если попадает вода, то в принципе все это сливается вот через эти отверстия. Также видим два ремболта U-образных, поднимать лодку, еще раз повторюсь, куда-то, какими-то там стропами, что-то цеплять, прицепить якорь, привязать те же самые крансы сзади, чтобы были. То есть, ну ремболтов вот тоже много, наверное, не бывает в лодке, вещь полезная, вещь функциональная. На задней стенке рундучка дивана установлен выключатель массы, это итальянская фирма Asculati. Открываем, видим ключ массы, то есть в принципе удобно, все спрятано, не снесешь его случайно там ни ногой, ни рукой и при этом опять же эстетика смотрится все очень аккуратно. Посмотрим на заднюю часть лодки, тоже есть много элементов, которые хотелось бы осветить. Два ремболта из нержавеющей стали, соответственно, можно цеплять какие-то V-образные стяжки для ватрушек, для лыжников там и так далее. Слева и справа, чуть ниже, мы видим сливные отверстия с палубы, если вода набирается, то именно через них она, в общем-то, уходит за борт. И в самом низу лодки мы видим сливное отверстие из подпалубного пространства, опять же, лодку вытащили на берег, приподняли колесо прицепа, и вся вода, которая в подпалубное пространство могла попасть, оттуда просто сольется. Концевики баллонов сделаны не из ПВХ и заканчиваются неким таким консообразным элементом, а здесь идут вот такие пластиковые вставки. Чем они удобные, чем они прикольные. С одной стороны, это добавляет определенной эстетики, то есть лодка смотрится красиво, лодка смотрится интересно. Помимо этого, в этих концевиках сделаны вот такие вот ниши, ступеньки. То есть, опять же, человек пошел искупаться, человек катался на ватрушке, человек катался на лыжах, человек, не дай бог, там выпал за борт и так далее. Не нужно придумывать никаких дополнительных трапов, дополнительных лестниц, то есть все очень просто. Здесь есть ручка, за ручку схватился и поднялся. Ступеньки выполнены вот такой вот рифленкой, то есть типа антискользячка. И подскользнуться на них будет, конечно, достаточно сложно. Ну и подведем некий итог. Во-первых, еще раз, что же такое компания БРИК? Это украинский производитель, это лидер мирового рынка по производству рибов. Это эстетика, это безопасность, это надежность, это реально очень удачные, классные, комфортные лодки. Для кого же в итоге нужен РИП? Кто же те клиенты, кто покупает РИП? Это тендер на большие яхты, это отдых на воде с семьей или с друзьями. Мягкие подушки, мягкие диваны, место позагорать, место посидеть. То есть лодка отлично подходит именно для такого вида отдыха. Самый основной вопрос, все-таки наша компания занимается очень плотно лодками для рыбной ловли, для рыбалки. И все-таки вернемся к этому вопросу, можно ли с этих лодок ловить рыбу? Насколько это удобно и насколько это классно? Помимо того, что здесь мы видим определенное количество свободного места в носу, в корме и так далее, можно ловить и так. Я думаю, что при желании, вообще без проблем, в компании прокатись.ру на нашем сервисном центре, мы сможем это место реализовать под какую-то фиш-платформу, то есть встроенным аэратором или без встроенного аэратора. Появится дополнительная палуба для того, чтобы можно было комфортно, удобно ловить рыбу. В принципе, лодка достаточно универсальна и под любые задачи она подходит. Все будет зависеть от того, что хочет человек и от реализации этих работ на нашем сервисном центре. Фантазия безгранична, тормозов у нас нет. Мы это дело любим, мы любим воду, мы любим лодки, мы любим дело, которым мы занимаемся. Поэтому обращайтесь в нашу компанию и наши специалисты помогут подобрать лодку именно для вас, именно под ваши задачи, именно под ваши потребности. А с вами был Андрей Смирнов. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Instagram-канал, на наш чат 7футов в Telegram. С вами была компания прокатись.ру. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!